Расчёты комплексов противовоздушной обороны армии Сирии сегодня уничтожили 7 израильских ракет. Среди целей воздушной атаки был аэродром Дювали под Дамаском. Об этом сообщили в Российском национальном центре управления обороной. Подробности узнаем у нашего специального корреспондента в Сирии Александра Беливова. Он сейчас вышел на прямую связь со студией. Александр, здравствуйте. Расскажите, что известно на этот момент, почему сработала сирийская система ПВО, есть ли какие-то подробности? Да, Юрий, приветствую. Ну, действительно, сегодня днём ВВС Израиля нанесли из акватории Средиземного моря удары по территории Сирии. Это были 4 истребителя, которые выпустили 7 управляемых ракет, целью которых стал аэропорт Дювали на территории Дамаска. Это международный аэропорт, который обслуживает, в том числе и гражданские рейсы, пребывающие и убывающие сирийские страны. Из-за этого выносили в очередной раз включиться тема противовоздушной обороны в Сирии, в частности, комплексы «Панцирь» и «Бук». Услужили все 7 израильских ракет, ни одна из них не достигла своей цели. Функтура аэропорта не пострадала. Жертвы и разрушения в ходе очередной атаки в Улос Израиля на территории Сирии нет. Я добавлю, что сегодняшний день здесь в Сирии вообще принес немало не очень приятных новостей. В частности, сегодня в Сирии в Дамаске прогремел взрыв, который местной власти уже квалифицировали как теракт. Произошло все это на еженой кольцевой автодороге в утренний час пик в первой рабочей неделе. Именно в воскресенье здесь в Сирии, как и во многих других странах рабского мира, считается началом трудовой недели. Взорвал-то заминированный автомобиль на крупной автонометрали, которая ведет в центр Дамаска. На данный момент известно, что все подъезды к месту взрыва перекрыты. По предварительным данным, уже в результате этого теракта нет. И уже нужно задержать террориста, который причастен к этому инциденту. Еще один взрыв произошел сегодня в городе Африн, который находится на севере Турции. Сейчас управляется турецкими, а также силами оппозиционной, вооруженной оппозиции, так называемой сирийской свободной армии. Я напомню, город Африн, хотя в марте прошлого года фактически перешел под юридикцию Сирии. Там еще находятся сирийские военные, которые в марте проверяют расу арестов сирийских кубов. Так вот, там произошла сразу сирия. Их было два. Оба произошли недалеко от автостанции. Один из них произошел в автобусе, который как раз отправлялся и был полный людьми. В результате этого происшествия, которое также уже квалифицировано как теракт, известно о 10 погибших и 18 пострадавших. А еще одно взрывное устройство. Третье удалось обезвредить. Оно не сработало. По каким-то причинам террористы не смогли привести его в свой план в исполнение. А только добавить, что на данный момент ни одна из террористических группировок ответственна за те взрывы, которые произошли сегодня в Сирии, пока на себя не взяла. Юрий. Да, Александр, благодарю вас за подробный рассказ. Я напомню, о ситуации в Сирии рассказал мой коллега Александр Белимов.